здравствуйте дорогие друзья мы с вами заканчиваем сегодня курс лекций по литературе мы с вами продолжаем говорить о зарубежной литературе и закончим мы творчеством джанни радаре и его произведением серенида кто такой джанни радаре это итальянский сказочник конечно вы знаете наверное самое популярное его произведение приключения чиполлина но чем же он занимался в детстве у него было много увлечений с одной стороны он учился играть на скрипке он сочинял стихи а также он рисовал и мечтал стать художником а в итоге как мы видим он стал удивительным сказочником он написал множество произведений для детей он занимался журналистикой и литературой ну и конечно же он написал наверное самое узнаваемое свое произведение которое знаем мы все это приключение чиполлина даже если вы не читали это произведение наверняка вы смотрели советский мультфильм вообще джанни радаре был популярен в ссср он приезжал несколько раз сюда гостил был советский мультик да то есть экранизация его произведение был даже балет на музыку хачтуриана вот такое вот значение он имел для нашей страны а произведение которое мы с вами изучим сегодня это произведение сиренида что это за произведение это произведение об удивительной экспедиции на планету океан сиренида в ходе этой экспедиции в живых остается только наш главный герой лео участник экспедиции и он на этой планете сиренида знакомится с профессором борга который является ученым сирениды и он соответственно рассказывает ему об этой планете показывает все в дальнейшем героя водят по различным местам он участвует в каких-то праздниках он узнает об истории этой страны сиренида кстати косвенно связано с сиренами сирены вы помните мы наблюдали в произведении одиссея гомера то есть видите какая взаимосвязь да то есть гомеровское произведение какое влияние оказала на писателя 20 века джанни радаре кроме того рассказывают что на сирениде бушевала ужасная война и проигравшие были вынуждены жить у побережья греции у побережья италии то есть они имели какую-то связь с землей потом после того как война окончилась они вернулись уже на свою территорию до планета океан на то есть они жили под водой это удивительное конечно произведение герой конечно наш тоскует по земле но в то же время ему не хочется покидать эту планету потому что на ней он нашел свою возлюбленную но а как же быть что же делать решение придумывает борга он предлагает главным героем пожениться и тогда соответственно земля и сиренида будут иметь тесную взаимосвязь это подтверждает и совет сиренианцев и но вместе с лео отправляется в корабле в авариуме на землю там они живут на вилле с бассейнами до чтобы но а чувствовала себя в своей обстановке без каких-либо других приспособлений и так они живут счастливо да то есть а между тем устанавливаются тесные контакты между землей и сиренидой да то есть туристы путешествуют на эту планету то есть все как ну как бы как в счастливой сказке в канун годовщины свадьбы но решает вернуться домой чтобы навестить родных погостить просто и в этот момент пока она отсутствует лео вшивает в себе в плечо специальный клапан для того чтобы дышать под водой это новое изобретение а когда но возвращается оказывается что у нее тоже вшит клапан специальный только для того чтобы дышать уже на земле вот так герои сделали друг другу такие своеобразные подарки на годовщин вот такое удивительное произведение которое как раз таки в духе литературы 20 века наверняка вы знаете о многих фантастических произведениях а почему это стало возможным космический бум изучение новых планет экспедиции на луну полет человека в космос все различные космические программы до марс и так далее многие писатели они мечтали о том что когда там мы обнаружим какую-то разумную жизнь на других планетах и что мы сумеем установить тесные контакты с жителями этих планет и это такая своеобразная утопия такие мечты о лучшем будущем для нас и для других народов они воплотились в том числе и в этой удивительной сказке серенида о жителях удивительной планеты океана на этом мы закончили курс 6 класса в этом учебном году мы изучили писателей поэтов 19 20 века мы изучили произведение пушкина лермонтова тютчева некрасова тургенева писателей 20 века оставь его распутина шукшина мы познакомились с разной поэзии мы познакомились зарубежной литературой от древнегреческого поэта гомера до писателя 20 века джанни радари надеюсь вам было интересно встретимся на следующих уроках